Последние пять лет ночь в музее народной игрушки открывает выпускной подготовительной группы Дыши номер два «Подсолнухи». Воспитанников поздравляют учителя и родители, а дети показывают, чему они научились за этот год. Серьезный документ. Его уже нужно настоящую папку убирать. Для выпускников провели мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Бабочки». Продолжил ночь в музее открытие выставки с символичным названием «Уронили мишку на пол». Название не случайное, потому что все равно его не брошу, потому что он хороший. И так приятно, когда игрушки детства, давнего уже для многих детства, очень бережно хранятся в семье, передаются действительно по наследству, как совсем-совсем немногие игрушки сейчас. На выставке представлены игрушки конца 40-х, начала 90-х годов прошлого века. Куклы из папье-маше, прессованных опилок, целлулоида, педальные машины, оптический конструктор и многое другое. Нам очень понравилось. Мы вообще здесь первый раз, поэтому приятно посмотреть на старые игрушки. Также посетители акции смогли увидеть диафильмы, послушать грампластинки, смастерить игрушку, жужжалку из пуговицы. Всего в эту ночь музей посетили около сотни гостей. Одним из самых ярких событий ночи в художественной галерее стало открытие выставки «Человек и кошка» Александры Марковой-Ярошек. По профессии Александра – инженер-исследователь, по призванию – художник. Чтобы стать художником, недостаточно научиться рисовать. Это процесс очень сложной внутренней работы над собой. И как минимум это должно быть нужно человеку. Вот когда есть вот эта необходимость, а у меня как раз эта необходимость была. «Человек и кошка» – первая большая персональная выставка Александры в художественной галерее. На ней представлены более 90 работ. В картинах художницы сочетаются элементы плаката, дизайна, фотографии, наивного направления в искусстве и программирования. Я не работала целенаправленно ни в одном из направлений, когда начала работать над своим стилем. Это смесь. Это смесь того, что мне нравится. Взрослые посетители наблюдали за творческой мастерской, а дети приняли участие в мастер-классах. Они расписывали фигурки кошек, делали аппликации «Чудо деревьев» и «Котов под луной», создавали цветочные композиции из бумаги. Этот мастер-класс я выбрала в том, что люблю очень рисовать и люблю очень котов. Детям очень понравилось. Очень заинтересовалось, очень необычно. Не просто аппликации, а вот с разными фактурами. Несмотря на пандемические ограничения, зрители получили заряд хорошего настроения.